Дело в том, что сегодня ситуация в Казахстане очень печальная. По разным причинам медицинского характера, что мы уже начали относиться неправильно к своему здоровью, не так, как нам Всевышний Аллах приказал. Мы неправильно питаемся и по ряду других причин. Получается так, что у многих семейных пар сегодня дети, они, скажем, рождаются не в первый год брака, да, за опозданием, а многие страдают и, в принципе, бесплодием. У нас очень много проблем в обществе и на этой почве, конечно, тоже семьи распадаются. Но Всевышний Аллах, Он говорит, что этот мир — это испытание для нас. Кого-то Всевышний Аллах испытывает путем того, что Он дает им ребенка, будь это мальчик или девочка, да, вот мы знаем, что раньше все просили только мальчика. Но с другой стороны, есть вторая часть, что Аллах кого-то испытывает наоборот, да, то есть не давая им детей. Но в чем-то другом обязательно у них есть, скажем так, какие-то положительные моменты. Допустим, у кого-то есть дети, но финансовое их положение, оно, скажем так, не совсем хорошее. У кого-то, наоборот, финансовое положение хорошее, у них есть очень солидный заработок, у них есть недвижимость, у них есть работа, перспективы, но Аллах, Субхану Атая, не дает им детей. То есть и в том и в том случае кого-то чем-то испытывает. И этот мир, в принципе, он мир, в котором мы созданы для того, чтобы показать, как мы приняем правильно эти испытания. И поэтому Аллах сказал, если вас испытывают, что нету детей, то это надо принимать. То есть это не позор для женщин. Но если, допустим, девушка не может родить, в первый год беременности уже начинает на нее, скажем так, смотреть, да, неправильно, обвинять ее в чем-то. Но на самом деле проблемы могут быть у мальчика, понимаете, да. И вот эта привзятость в обществе, с этим надо, конечно, вести разнесительную работу. И с другой стороны, надо чтить наши традиции, в которых наши предки говорили, что то есть женщины, они должны вести нравственный образ жизни, беречь себя для своих будущих мужей и для своих будущих детей. И мальчиков это тоже самое касается, мужскую часть, половину, потому что, то есть, если они будут себя вести достойно, как мужчины, соответственно, женщины, девушки тоже будут себя достойно вести. И если это у кого-то нет детей, то надо это принимать так, как это предписано, да, Всевышний Аллах. Значит, так и должно быть. То есть он должен сделать все попытки, постараться вылечиться. Но если это проблема хроническая, она не лечится, то тогда надо с этим смириться, успокоиться и, скажем так, не поддаваться эмоциям. Это очень трудно на самом деле. Дается людям говорить на словах очень легко. Но когда касается какой-то конкретной семьи, это очень трудно. И это очень прекрасно понимают. Но когда мы думаем о том, что в этом мире никто вечно не остается. И у кого дети есть, и у кого нет детей, все мы в один прекрасный день идем. И наша миссия в этом мире — это не только оставить за собой, да, наследников, детей, но оставить что-то человечеству, в общем, да, миру. И может посвятить себя этим целям. Что касается операций, да, скажем так, по искусственному оплодотворению, то из всех возможных вариантов разрешен только один, когда женская яйцеклетка, она оплодотворяется, да, ее мужской половиной, ее мужем, да, с которым они состоят в браке. И потом эта оплодотворенная яйцеклетка, она вживается в эту женщину, да, жену. То есть третий потусторонний человек, он не может выносить вашего ребенка. С точки зрения, я говорю, шариата. И быть донором, соответственно, да. Также в вопросах удочерения или усыновления. То есть в исламе есть понятие патронатное воспитание. Но понятие удочерения, то есть кому-то давать свою фамилию и говорить, что это мой ребенок, это с практической точки зрения, допустим, да, у нас даже у казахов, почему мы соблюдали эти традиции? Это соблюдается для того, чтобы не было кровосмешаний и других каких-то проблемных вопросов в прошлом. У нас на практике бывали случаи, когда дети женятся друг на друге, ну, их родители когда-то разошлись, потом поменяли фамилии, в графе отец зачеркнули, да, и получилось так, что этот сын женится на своей сестре, да, по матери или по отцу. И чтобы вот этих моментов избежать, ислам, он, понятие усыновления, да, которое у нас, то есть, говорит, это мой ребенок, он запрещает. Но он всячески поощряет помощь сиротам, да, или патронатное удочерение или усыновление, как мы говорим, с целью воспитания этих людей, которые остались без опеки родителей. КОНЕЦ КОНЕЦ